Отпечатки пальцев – крохотные рисунки, имеющиеся у каждого из нас. Эти разноформатные линии для опытных экспертов значат намного больше, чем просто узор. Благодаря современным технологиям и профессионализму специалистов, выполняющих исследования, правильно отождествленные отпечатки пальцев позволяли правоохранителям прийти к истине в самых необычных и запутанных делах. Потребность дектилоскопической экспертизы в последнее время растет. Об этом говорят данные статистики. С начала года нашим отделом выполнено более 90 дектилоскопических экспертиз. Всего же экспертами Брестской области выполнено более 730 дектилоскопических экспертиз. Все следы, которые мы обнаружим в процессе производства экспертиз и удается установить их принадлежность, эта информация неизмедлительно направляется сотрудникам органов внутренних дел для поимки главышников или приоруженышителей. Сегодня эксперты Брестской области имеют достаточно серьезную базу для проведения качественных дектилоскопических исследований. Современные технологии позволяют передать всю имеющуюся информацию в управление в более сжатые сроки, что качественно сказывается на скорости раскрытия преступлений. Мобильные телефоны оснащены камерой хорошей, по защищенным каналам связи непосредственно с мест преступлений. Эти следы поступают к нам в отдел. Мы можем установить даже чека были у нас случаи, когда человек еще находился, группа работала на осмотре места преступления, мы уже знали личность преступника. Историй, когда именно дектилоскопия позволила поставить точку в сложном деле, достаточно много. Эксперты работают круглосуточно, поэтому вся поступающая информация быстро обрабатывается, а результат передается дальше для установления истины. В результате проведения дектилоскопической экспертизы в наш отдел поступили следы, изъятые непосредственно с объектов. В течение рабочего дня было установлено совпадение, которое по информации ответа из правоохранительных органов способствовало раскрытию преступлений. Сегодня отпечатки пальцев не только возможность найти причастных к преступлению. Биометрия давно и активно используется для сохранения и идентификации личных данных. ID-карты, введение которых уже анонсировано в нашей стране, это один из примеров. Получить ее гражданин сможет достаточно быстро, а компактный формат будет удобен в использовании. Он предъявляет документы, его специалист просит, чтобы он снял верхнюю одежду, и он садится на специально оборудованное рабочее место. Перед ним расположен экран, в котором он видит свое лицо. Там сзади у него находится подсветка, если это необходимо для того, чтобы более четко было. Он смотрит в камеру, наш специалист сканирует изображение. После того, как изображение было отсканировано, предлагается заявителю посмотреть, все ли его устраивает. Если все устраивает, значит информация пускается в работу. Дальше у него отбираются, как я уже говорил, геометрические образцы. Он сканирует свои отпечатки пальцев тоже на специальном устройстве, там же в подразделении. Когда вся заявка обработана, ему предлагается поставить на специальном устройстве, образец своей подписью. Кроме того, если сам человек изъявит желание внести в базу данных свои отпечатки пальцев, то сделать это он вправе. Процедуры доступны в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области.